друзья всем доброго времени суток мы продолжаем наши рыболовные приключения и сегодня наша рыбалка будет в культовой московской локации это братьевский каскадный парк говорят что здесь сейчас все неплохо по рыбе сложно но рыба есть и в преддверии кубка москвы по фидеру мы решили сегодня порыбачить заодно потренироваться может быть найти какие-нибудь фишки которые помогут нашей команде хорошо выступить на этом турнире и сегодня же мы также определим победителей супер конкурсов которые были сделаны юбилейными так скажем на наши первые 10000 подписчиков поэтому оставайтесь с нами думаю сегодня будет интересно а мне пора начинать москвы скоро начнется наша тренировка и самое время подготовиться братьево достаточно запрессованная локация и без ножниц здесь особо делать нечего потому что рыба приучена подачи живого компонента достаточно приличном количестве именно резанный компонент здесь как правило показывает лучший результат конечно будем пробовать разные вариации но со старта ножнички с чашкой нам в помощь более того только на братьево я беру с собой всегда запасные ножницы если вдруг одни затупились и нормально порезать не получится либо можно использовать измельчители сейчас я планирую пару таких чашек перемолоть и интегрировать это все в мой корм который изначально со старта достаточно сухой но мы знаем что в этой локации мы будем резать компонент большом количестве поэтому корм видите мы практически не до увлажняем и даже плохо лепится изначально корм не замешали ребята по команде если честно что здесь я даже не знаю но что-то меленькое и вроде как рабочие сейчас приступим шинковки и начнем тренировку смотрим кого нам удастся сегодня поймать надеюсь что какого-нибудь бонуса мы все-таки поймаем потому что стали кракены приплывать если раньше их было мало ты сейчас нет нет попадается будем работать начинаем стартовый закорм достаточно большой кормушкой и я думаю что вероятно большой кормушкой мы продолжим ловлю потому что очень часто в этой локации обильная подача прикормки живого компонента как раз таки показывают лучшие результаты потому что все попытки перейти на более компактные оснастки часто не позволяют удержать рыбу на точке вообще посмотрим насколько сегодня она будет но если она будет то вполне вероятно что будем подавать много и корма замешали тоже приличное количество учитывая что корм с резкой опарыша стал достаточно клейким я даю кормушки какое-то время побыть на дне то есть не сразу выдергиваю чтобы он мог нормально расстелиться ну и все резкие выдергивания кормушки они в любом случае неминуемо размазывают кормовое пятно мне бы сегодня этого не хотелось рабочее удилище меня icon 12 футов до 90 грамм сегодня катушка caldea 6000 лт и поставил шишок лидер 15 лб потому что как раз кормушки большие и ловить ими будем весь день поэтому чтобы минимизировать нагрузку на основной шнур который тоньше будем ловить шок по дистанции мне ребята подсказали потому что еще не ловил здесь мы ищем участок дна либо твердый либо если с илом то с гладким не очень глубоким и с минимальным количеством мусора на дне изначально я от маркерился за 40 но там есть грязь поэтому думаю что ну короче перебился поближе перед прям таким жестким дробастером есть небольшая полоска какого-то плоского елка и там все чисто оснастка приходит чистой вроде бы это залог успеха не знаю посмотрим на всякий случай старый клипса оставил если вдруг придется прыгнуть будем разбираться на сегодня четверо поэтому думаю что найдем ключ к рыбе и что-нибудь поймаем что-нибудь что-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Долго мы были без поклевок, один подлещик, одна поклевка мимо, и решил зайти окном чуть дальше, и поклевка случилась сразу, не знаю система это или нет, может быть рыба действительно стоит дальше. Нормальненький подлец! Рада, что поклевка действительно была очень быстрая. Еще не лечь, но уже весьма приятный боец. Еще нужно признать, что на этой оснастке у меня достаточно деликатный крючочек третьего номера тоже может наверное решать в столь запрессованном месте. Сейчас проверим, единичный ли это случай, либо он действительно может стоять просто чуть-чуть дальше. Помимо того, что у меня здесь кормушка окно максимального размера, то тут еще клип состоит дальше. Окно само по себе падает далеко. Так, крючочек маленький. Садим сюда парочку мотылей. Помню, было два или три. Но это все-таки три наверно. Эй! Хорошенько все это залепливаем. Проверим за пятном еще раз. Поменяли точку, перешли на более твердое дно и достаточно быстро получили отклик. Был первый подлечь. Надо такой поприличнее. Прям поприличнее. На мягком дне вообще не получилось нормально ловить рыбу. Она в каком-то количестве была, там козлила. Но ловить ее там не получалось. А вот тут... Ух ты! А вот это он! Опа! Не попали! Попали! Вот он, знаменитый воротеевский кракен. Для такого даже голову можно побольше. Все, парень, ты проиграл. Попадочек тоже пришлось поставить. А, ну я и начинал, по-моему, с девяточки. Вот он. Учитывая по хвостовому плавнику, ловили его еще не часто. Обычно они округлены. Рыбалка получилась трудовой, но своего кракена мы уговорили. Крючочек, который мне сказали, что не клюет. Мавер Кота на 16, что он тяжелый, большой и не подходит. Не клюет. Сто процентов не клюет. Изменил немножко вариант подачи. Потому что первую половину тренировки упирался вообще в жесткую резонину. То есть очень сильно заклеенный корм. Мотыль то был в небольшом количестве, то он был врезанном. То есть просто пластилин, как правило, эта тема здесь работала. Ну, по крайней мере, раньше. Сейчас сдвинулся на другую точку и расчесал достаточно много мотыля в сухом корме. И добавил чуть-чуть, есть контакт, вот ползает он там. И добавил чуть-чуть резки, чисто, чтобы довести корм до среднего увлажненного состояния. То есть он абсолютно рассыпчатый, не глина. И сразу получил отклик достаточно быстро. То есть я кинул три кормушки. Получил пару задевов, одну поклевку мимо, подлещика поймал, леща поймал. То есть, ну, к водоему нужно подбирать ключи желательно с чистого листа. А не так, как я пришел с наработками прошлого года. Не хочет. Может, это крючочек стоит облегчить? Ну, пока посмотрим. Есть, конечно, вариант, что просто рыба вышла. Но если бы это было на точке, которую я кормил раньше, окей. Так либо попал в рыбу по дну, либо по даче. Не знаю, что конкретно из этого сейчас работает. Но пусть так и остается. Ну, и по насадке все пока стабильно. Сегодня мотыль однозначно фаворит. И даже бутерброды работают хуже. В опарышах чистого поклевок целевой рыбы нет. Еще поклевка. До этого слил очень хорошую рыбу. Но я почти уверен, что это был карп. И по поклевке, и по насадке, и по тому, что происходило. Но это был не лещ, либо крупный карась, либо карп, который сейчас не редкость. Пришлось подождать, прежде чем получить еще одну поклевку. Потому что карп точку прям порядочно вырубил. Так, единственное, что вот под сак, не под той рукой. Еще хорошенький. Среди тех подлещиков, которые сегодня клюют в основной массе, это неплохая рыба. Весьма и весьма неплохая. Такие, если приплывут в туре, можно радоваться. Если карп клюнул на объемную насадку с опарышами, с опарышами, с мотылями, то есть такой беспредел. То лещ подлещик все-таки выбирает, особенно когда пассивный, выбирает пару мотыликов. 2-3 мотыля по сегодняшнему дню, как мне кажется, оптимальная насадка. Потому что пробуем иногда насаживать побольше, но результата не давало. Ну вот за исключением карповой поклевки. Три насадим. И попробуем еще. На сильно запрессованных водоемах, где часто проводятся турниры, очень эффективной тактикой является ловля на фидер в провис. То есть когда мы практически не взводим квертип. Здесь мы ловим на реке, но течения здесь то есть, то нет. И сейчас течения абсолютно отсутствуют. Я буквально закидываю удочку, чуть-чуть могу подобрать дугу и ловлю. У меня квертип ровный и шнур слегка провисает. Для чего это нужно? Водоем видел очень много турниров. И рыба достаточно хитрая. Она прекрасно чувствует натяжку. Поэтому сильно взведенный квивер, как правило, можете видеть просто небольшое шевеление и все. Это могла быть классная рыба, она почувствовала натяжение и больше эту насадку не возьмет. Бывает такое, что в процессе ловли, особенно когда ловлю с колен или даже со стойки, идет какой-то загиб, рыба не добрала и я беру комель, ставлю на колено, то есть создаю эту слабину и уже там со второго контакта я могу поймать ту рыбу, которая изначально, или другую рыбу, которая плавала на точке. Поэтому прием очень эффективный. Подчеркнул первый раз, ну, осознанно, чемпионата мира в Бельгии в 2012 году. И впоследствии помогал он мне и на кубках СНГ, и в Братеево, и везде, где есть крупная рыба, и именно в водоем, где проводится много турниров. Поэтому технику берите на вооружение. Когда есть возможность, нет сильного ветра, нет течения в водоеме, ловля в провис бывает крайне эффективна по крупной рыбе. Ну что, друзья, наверное, самое время подвести итоги нашего юбилейного конкурса. Напомню, что в прошлом видосе мы сделали сразу два конкурса. Один на крутой пак. Ведра, лески, шнуры и прочее. И один на фидерное удилище Xemix Iron 12 футов с тестом до 90 грамм. Давайте начнем с первого конкурса. Первый конкурс был, нужно было узнать, вес нашего красного корося. Да, кто-то мне поправлял, что он золотистый, но можно и так, и сяк. Золотистых я ловил много. Этого я назвал красным. Он действительно был очень красив. Скажу честно, я когда рыбу взял в руки и взвесил, я не поверил весам и попросил оператора перевесить в более легкой голове, чтобы погрешность была минимальной. Но таро-то обнулялось, поэтому я и подумать не мог, что красный весит действительно более полукилограмма. Хотя мне казалось, что в нем грамм 350-400. Ну, не суть. Точный вес корося 505 грамм. И первый правильный ответ дал Владимир Юрьев. Поэтому, Владимир, свяжитесь со мной. Вы стали обладателем крутого пака от торговой марки Xemix. Ну и второй, самый главный конкурс на общий вес улова. Поймали мы немного. Три рыбы было на взвешивании, а четвертая была уже после. Вес улова был 2 килограмма 105 граммов. И максимально точный вес погрешностью в 5 грамм и первый комментарий, потому что было еще пару вариантов, дал Александр Луднев. Второй конкурс вес 2 100. Огрешность, ну, по факту, очень-очень небольшая. Поэтому, также свяжитесь со мной. Вы стали обладателем фидерного удилища от торговой марки Xemix. Сегодня также мы проведем конкурс, но чуть-чуть позже. Оставайтесь с нами. Короче, сессия приближается к концу. У меня на точке рыба ходит просто ходуном, видно, что рыба есть. И я поначалу думал, что это подлечь, который клевал неплохо со старта, но нет. Это крупная рыба, потому что пару я поймал. Ну, карп-то бог с ним, обрыв-то была другая история. Сейчас на точке именно лечь по ощущениям. И он вообще не хочет питаться, он просто есть, он там ходит, кивов. Загибает, отгибает, дергает. То есть движения невероятные. И то, к чему я пришел, это тонкий поводок, удлинился. Крючок, соответственно, тройка, три с половиной. Насадка компактная. И я получил с горем пополам пару поклевок. Но обе поклевки это был обрыв на точке. Возможно, стоило бы использовать штекерную резину сейчас, а не фидрогам. Но уже не меняя, исходя из своей лени в первую очередь. И поставил поводок, сейчас свернул потолще. И сижу опять смотрю на движение к верти. Подумаю, вклюнет ли он в 009, как клевал изначально. Потому что в 0079 есть некоторые проблемы. Ну и плюс еще, вероятно, у меня была одна, может быть, две холостые поклевки. Потому что есть загибы, которые прямо в шнур упираются. Есть, которые все-таки больше похожи на поклевку. Пару таких я слил. И да, и насадка была пожевана. То есть крючок за счет того, что очень мелкий. Он тоже крупного леща стечет хуже. Ну попробуем еще уговорить хотя бы одну рыбу. Потому что рыба на точке есть. Значит подача правильная. Он там крутится. Но как это бывает ближе к концу сессии. Он уже аккуратный. Либо просто особо питаться не хочет. Долгожданная поклевка. Я так долго ее ждал. Он все-таки переворошил, мне кажется, всю кормушку. Потому что уже кивок не знал в какую сторону дергать. И все-таки среди этих хаотичных движений он взял и загнул вперед. Идет сейчас тапочком на меня. Это сейчас самое опасное, когда он идет, идет, идет. А потом в последний момент возьмет и попробует что-то сделать. Не такой уж крупный, но очень долгожданный. Хватит. Спортсмены обычно горят на такую рыбалку вдумчивая. Он тоже такой красивенький. Как же долго я его ждал. Помельче предыдущих, но крупнее всех тех подлещиков, которые клевали с самого начала. Крючок вернулся к Zero Yamami. Так, чтобы понадежнее. Поводок 009 ZMX High Pro Competition. Потому что я и обрывы, и исходы получал в 100, 3,5 в облегченку причем. Думаю, ну нет. Во-первых, с поводком вопросы были, что на 79 крупную рыбу тяжеловато. Можно, наверное, выводить, но 50 на 50. Ну и Zero Yamami все-таки крючок достаточно легкий, поэтому он все-таки его поднял. Фу. Я уже, честно, думал, что, ну все, не поймаю его. Что он меня переиграл полностью. Вот прям действительно вдумчивая рыбалка. Хочется что-то ему предложить, но не всегда это получается. Ладненько. Попробуем еще что-нибудь. Поза цапли. Еще одна поклевка. И это хорошая рыба. Сильно мотает головой. Думаю, он крупнее первого. Это пока идет на меня. То, что нужно. Осталось больше здесь траве не слить только. Так, пробуем взять его чуть дальше. Упал. Если честно, голова слишком маленькая для братьевских лещей. Это я погорячился, что взял маленькую голову. Кто-то мне говорил, да ладно, нормально, рыба до двушки. Могу сказать, что эта рыба просто может выпрыгнуть. Глубины головы не хватает для приема хорошей рыбы. Фу. Уговорили мы его. Так, сейчас там зацепилась. В траве. Да. Он пойман. Очередной хитрожопый братьевский лещ. Который делал мне мозги в течение нескольких часов. Дома в садке. За краешек губы. Несмотря на то, что поклевка как бы хорошая. Но вот мы видим, что на нем есть пиявочки. Это говорит о том, что он все-таки не особо сегодня активен. Вот крючок. Который, кстати, были дебаты по поводу того, что этот крючок вообще не для... Не то, что не для леща. Что он не... Не для фидера. Что он для ловли на мушки, на каких-то хариусов. И то, что мы ловим леща на него, что это вообще утопия. И мы не правы. Друзья, мы не правы. Но на этот крючок клюет, когда на все остальное ну просто уже вообще нет никаких шансов. Продолжаем. Очередная поклевка. Стая уже отошла. Уже нет тех ходунов, которые были. Уже изредка что-то задевает. Ну и, соответственно, поклевка это была тоже без предупреждения практически просто. Просто килокровно стоял, стоял и уехал. Ну да, это гораздо лучше, чем то, что было сначала. Были только скинмерсы, а сейчас такие уже приятненькие ребята. Это, кстати, клюнул бутербродик. Садил одного опарыша и пару мотылей. Рабочая такая схема. Судя по хвосту его уже ловили. Такой битенький. Крючок для ловли на мухе продолжает работать по лесям. Ничего страшного. Будем продолжать. Воткнуло. Вначале как в стену, но вроде потом поплыл. Привстану-ка я на всякий случай. Здесь дно достаточно ровное, но все-таки бывает, что... Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Фиксион-то у меня тут не быстрый. Возможно, с ним играться и не стоит. Что-то как-то подозрительно ушло вправо. У меня были мысли, может быть, это не лещь. Но рыба тяжелая. И вот сейчас я вообще просто его держу на месте. А он куда-то себе плывет. Уф-уф-уф. Ну, чтобы не забагренный, конечно. Пока непонятно. Вот сейчас, наверное, придется даже. Я переставил катушки. Я привык на этой удочке. У меня быстрый фрикцион. Так, тут куст травы. А еще у меня подсак не под той рукой, потому что в той стороне оператор. Я не могу понять, он не сильно мотает головой, просто ходит по сторонам. Да нет, все там нормально. Вроде показалось, что он не такой крупный. Да, похоже, все-таки забагренный. За шиворот, что ли? А, нет, просто под плавник залезло. Может быть, он клюнул и в рот, но залезло под плавник. Сейчас, конечно, я его мог слить. Ну, пока непонятно. Либо забагрин, либо просто запихнул себе леску под плавник. Но все же, наверное, больше похоже на забагриного. Ну, конечно, такую рыбу вытащить гораздо сложнее. Попробовать взять его под водой – плохая идея. Плохая, но вариантов не очень много. Намочусь все на турнире, конечно, с этой головой. Уху-ху-ху-ху. Уху-ху-ху. Давай, я буду весь цеплях, конечно. Такие моменты. Иногда вспоминаю о том, что… Так, что мы имеем? Да, это крючок в плавнике. Ползает он там на точке. И такое в Братеево раньше случалось вообще часто. Сейчас, как видим, тоже случается. Ну, ничего, рыба дома. И, в принципе, такая рыба идет за счет даже на турнире. И рыба отличная. Я думаю, это заключительная рыба на сегодня. Время сессии подходит к концу. Я уже потихоньку начал собираться и уехал. Ну, помельче предыдущих, так мне кажется. Все равно хорошая рыба. Рыба красивая. Стал клевать к концу на более объемные насадки уже с опарышем. То есть, мотыли опарыши, все до кучи. Так что рыбалка у нас сегодня удалась. Я думаю, что пора посмотреть, сколько мы поймали. Провести конкурс. И заканчивать сегодняшний выпуск, друзья. Мы уже все развинтили. Уже тут готовили конкурс. А удочка-то уезжает. Вот так вот сейчас докручиваем. Докручиваем. Какие-то интересные маневры у нас. Чисто спортивные. Уф-уф-уф. Смотри, что он творит. Но на леске 0.09 хайпро компетишн у него нет шансов. Так. У нас там были идеи из конкурса. Я думаю, что давайте-ка мы на конкурс, друзья. Завесим вот этого нашего финального красавца. Как вам такая идея? Он может быть и не самый крупный из всех. Он вот такой. Чтобы вам было понятнее, я возьму еще его вот так за загривок. Разыграем новую бейсболку. У нас новая коллекция. Четыре вида. На выбор. Пишите в комментариях. Условия конкурса. Читайте первый пост в закрепе. Вперед! Ну что, друзья. Сегодняшний день Братеева подошел к концу. Судя по всему, нужно брать более крупные головы как для улова, так и для рыбалки в ходе тура. Я уже попросил напарника по команде взять мне голову для подсака побольше, потому что вы видите, что рыба действительно неплохая. Надеюсь, видос вам будет интересен, потому что, если мы успеем, он выйдет уже до Кубка Москвы. И уже в эти выходные мы попробуем половить таких же красавцев, но уже в ходе соревнований. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на канал. И тогда у вас тоже будут брать вот такие огромные лещи. Спасибо еще раз. До новых встреч. Пока.